Былое нельзя воротить Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Я как-то посмотрел целый курс в некоторых вузах есть Что-то по электротехнике Тоэ, да, теоретические основы электротехники Слушайте, когда я посмотрел, как они там учат людей рассчитывать цепи Это настолько все нефизично Какие-то источники токов, источники напряжения Истоки, стоки Там вообще-то такого наворочено Это вместо закона ОМО Но, с другой стороны, когда цепи сложные С законом ОМО для активного участка помучаешься Надо много чего думать А вот если выучить эти алгоритмы Которые какие-то очень странные То, говорят, что становится проще Но, на самом деле, вот законы Киргофа Они достаточно физичны Поскольку они являются следствиями того Что мы с вами уже писали Циркуляция вектора Е по любому замкнутому контуру равна нулю И поток вектора плотности тока Через замкнутую поверхность равен минус ДКУ по ДТ Вот законы Киргофа это вот это, на самом деле В приложении к электрическим цепям Ну вот, давайте выберем То, что называется замкнутый контур То есть, некоторую замкнутую фигуру Из элементов цепей Ну, в общем случае, у нас тут есть сопротивление И ЭДС-ки Больше в цепях постоянного тока В общем-то, ничего нет Это не значит, что это вся цепь Дальше там идут провода куда-то Почему-то это все присоединено Ну, давайте нумеруем узлы Это там, где ветвятся провода Пусть это Н Этот Н плюс 1 Этот Н плюс 2 Н плюс 3 Ну, а это же Н плюс 4 Это одно и то же Ну, давайте Занумеруем элементы Это сопротивление Участка Н на 2 Цепи Это ЭДС на Н Участок Это 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 Н плюс 2 ЭДС на Н плюс 2 Р на Н плюс 3 ЭДС Н плюс 3 При этом внутренние ЭДС И все прячем сюда В Р Если тут два сопротивления Их объединяем в одно и Р Ну, давайте тогда Занумеруем потенциалы Фи Н Фи Н плюс 1 Фи Н плюс 2 Фи Н плюс 3 И договоримся Какой ток течет По каждому участку У нас ток Никуда не девается Он один и тот же Поэтому будем считать Что здесь течет ток И Н Тут И Н плюс 1 И Н плюс 2 И Н плюс 3 При этом Направление токов Которые вы выбираете Но если у вас есть Какие-то соображения Куда они текут Лучше, конечно Выбирать в соответствии С этими соображениями Если нет соображений Черт с ним Выбирайте Как угодно Потом, когда все решите Сосчитаете все токи Все падения Напряжения Если токи Окажутся Отрицательными Ну, значит Вы неправильное направление Выбираете Ну, дальше Для каждого участка цепи Можно написать Сперва закон Ома для активного Участка цепи И Н Это Это есть Фи Н Минус Фи Н Плюс 1 Разность потенциала Плюс-минус И ДСН На сопротивление РН Ну, тогда можно написать ИН На РН Равняется Фи Н Минус Фи Н плюс 1 Плюс-минус И ДСН Кстати, плюс или минус Как всегда Если это ЭДС Помогает току течь Как вы выбрали Направление тока То плюс Мешает знак минус Ну, понятно Что на этом участке Мы напишем Аналогичное ИН Да, кстати Эта штука Называется Падением напряжения ИН РН На Н Плюс 1 Равняется Здесь у нас Фи Н Плюс 1 Минус Фи Н Плюс 2 Плюс-минус ИДС Н Плюс 1 На следующем Участке ИН Плюс 2 РН Плюс 2 Равняется Фи Н Плюс 2 Минус Фи Н Плюс 3 Плюс-минус ЭДС Н Плюс 2 Ну, на этом участке И Н Плюс 3 РН Плюс 3 Равняется Фи Н Плюс 3 Минус Фи Н Плюс 4 Но Фи Н Плюс 4 Это Фи Н Плюс-минус ЭДС Н Плюс 3 Ну, я выбрал Замкнутый контур Куда попало 4 элемента Ну, если Можно 3 Может быть Даже 2 Элемента Вот Для каждого Замкнутого Контура Пишется Такая Система Уравнений Дальше Если мы Сложим Эту Систему Уравнений Обратите Внимание Это Фи Сокращается С этим Это С этим Это С этим А Это С этим Все потенциалы Сокращаются Ну, еще бы Это вот Для потенциального Поля Сумма падений Потенциалов По замкнутому Пути Ноль Ну, и тогда Мы сразу же Получаем Что сумма Падений Напряжений То есть Произведения Токов На каждом Участке На сопротивление На каждом Участке Есть сумма Плюс-минус ЭДС На каждом Участке Первый Закон Кирогов Что касается Второго Закона Кирогова Давайте Какой-нибудь Узел Окружим Замкнутой Поверхностью Гамма-2 И применим Вот эту Теорему Закон Сохранения Заряда Ну, первое Если мы Занимаемся Цепями Постоянного Тока Если И На каждом Участке Константа То это Значит Что конфигурация Электрического Поля Есть Константа То есть Поле Не меняется Во времени Иначе У нас Менялись По времени Плотности Тока Плотность Тока Это Сигма На Е Но Если Ток Постоянен То И плотность Тока Постоянна Значит Поле Не Есть Функция Времени Но Поскольку Поле Не Есть Функция Времени Это Значит Что Создающие Поля Заряды Тоже Не Меняются По Времени Потому Что Если Заряды Создающие Поля Меняются По Времени То И Поле Будет Меняться Но Если Заряды Не Меняются По Времени То Закон Сохранения Заряда Это Штука Ноль Отсюда Следует Что Поток Вектора Йод Через Любую Двумерную Замкнутую Поверхность Должна Равняться Нулю Давайте Напишем Для этого У нас Токи Текут Только По Проводам Поэтому Вот По Всем Участкам Поверхности Которые Не Пересекают Провода Вклад В этот Интеграл Равен Нулю Там Просто Токов Нет У нас Ток Есть Только Вот В этом Участке В этом Участке И В этом Нашей Поверхности Поэтому Наш Интеграл Это Есть Просто Сумма Интегралов По Каждому Из Вот Этих Участков Поверхности Где Она Пересекает Провода То есть Это Будет Йод Давайте Штрихами Здесь Обозначать Ну Скажем Вот Здесь Течет Ток Йод Штрих Здесь Течет Йод Два Штриха Здесь Течет Йод Три Штриха То Будет Йод Штрих На ДС Интеграл По Первому Проводу По С Штрих Здесь Чет Этот Ток Плюс Интеграл По Площади Провода Где Течет Ток Йод Два Штриха ДС Два Штриха По С Два Штриха Плюс Йод Три Штриха ДС Три Штриха По С Но Это Есть Полный Ток Который Течет По Этому Проводу По Этому И По Этому И Тогда Мы Получаем Что И Штрих Плюс И Два Штриха Плюс И Три Штриха Равно Нулю Таким образом Сумма Всех Токов Втекающих И Вытекающих С данного Узла Должна Равняться Нулю Все Вытекающие Токи Мы Считаем Со Знаком Плюс Потому Что Элемент Поверхности Смотрит Сюда Все Втекающие Токи Со Знаком Мин Ну вот Оказывается Из Этих Двух Алгоритмов Первого И Второго Закона Киргоха Если У вас Имеется Сколь Угодно Сложная Конечная Цепь Где Заданы Все Сопротивления И Все ЭДС Вы Можете Найти Все Токи В Этой Цепи А Если Знаете Токи И Задались Величиной Хоть Одного Потенциала Мы Обычно Будем Считать Что В Этой Точке Потенциал Ноль Кир Обно Нулю Мы В Этой Точке Заземляем Нашу Схему То Все Остальные Потенциалы Рассчитываются Все Сведется К Решению Системы Линейных Дифференциальных Линейных Лгебраических Уравнений Вы Просто Сможете По Этим Законам Киргофа Составить Столько Уравнений Сколько Нужно Ну Вот Я Наверное Вообще То Надо Было Еще Говорить Про Токи В Других Средах Но Если Честно Давайте Мы Все Таки Со Следующего Раза Будем Делом Заниматься Магнито Статика Если Нам Останется Время Я Про Токи В Разных Средах Поговорю Конечно Там Тоже Есть Интересные Вещи Тут Я Забыл Еще Про Одну Задачку Которую Хочу Сформулировать Наш Школьный Учитель Называл Коронная Задача Электромонтажника Те Кто Может Эту Задачу Решить Могут Работать Электромонтаж Те Кто Не Может Всем Известно Что При Параллельном Соединении Проводников Напряжение Одинаковое Вот Если У вас Есть Розетка На Которой 220 Вольт Пусть Только Лучше Постоянного Тока Потому Что Если Переменного Тока Вообще То Смерть Поскольку Наверное Мы Из школы Помним Что Переменный Ток Фенерирует Переменные Магнитные Поля А эти Поля Тоже Переменные Во Времени А закон Индукции Фарадея Мы Помним Переменное Магнитное Поле Порождает Электрическое Вихревое Поле У которого Линии Замкнут И Это Поле Становится Непотенциальным Это Означает А как Можно Говорить Про 220 Вольт В Розетке Когда Поле Перестало Быть Потенциальным Вообще Смерть Но Пока Пусть Постоянные 220 Вольт Если Вы Включаете Сюда Лампочку На 220 Вольт Она Нормально Горит Если Вы Включаете Вторую Лампочку На 220 Она Нормально Горит Если Выключаете Третью Лампочку На 220 Она Нормально Горит Поскольку На Всех Них 220 Вольт Но Как Показывает Опыт Холодную Погоду Темную В садоводствах Когда Все Включают Лампочки Лампочки Начинают Горить Тускло А А Это Как Вроде Сколько Невключений На Каждый Будет 220 Вольт На Каждый Почет Ток Равный Уделить Навер Лампочки Но Опыт Показывает Что Когда Много Включат Много Лампочек Они Начинают Гореть Плохо Спрашивается А в чем Что Согласитесь Есть Над Чем Подумать Я Подскажу Так 220 Вольт Не на Розетки А На Той Подстанции Которая Вырабатывает 220 А Подстанция Находится Вот Здесь А Между Вашей Розеткой И Подстанцией Провода А Провода Имеют Сопротивление И Когда У вас Течет Ток Сопротивление Конечно Маленькое Гораздо Меньше Чем Сопротивление Лампочек Но Когда Течет Ток Здесь Падает Напряжение Равное И У На На Сопротивление Провода И Поэтому Здесь У вас Перед Лампочкой Не 220 Вольт А 220 Вольт Минус Два раза И На Р Где Р Сопротивление Провода Ну а дальше Разбирайтесь Когда Вы будете Включать Много Лампочек Что Произойдет С Сопротивлением Батареи Лампочек Она Увеличится Или уменьшится Когда Много Лампочек Параллельно Включаем Он Меньшится Если Лампочки Одинаковые То Р Суммарная Будет Сопротивление Лампочки Делить На число Лампочек Тогда Сопротивление Всей цепи Что Сделает Уменьшится Тогда Ток Во всей Цепи Что Сделает Увеличится Кстати Для того Чтобы Этого Сюда Стоит Предохранитель Если Ток Сильно Увеличивается То Он Разогревается Плавится И все Отрубается Но Когда Ток Сильно Увеличился То Падение Напряжения На Проводах Тоже Увеличивается И тогда Здесь Становится Меньше Чем Сильно Меньше Чем 220 Ну С этим Есть Тоже Печальная История Когда Петергофь Физики Поставили Первый Компьютер Еще На Лампу Он Требовал Постоянного Хорошего Напряжения В сети Напряжение Плавало Так умные Физики Поставили Электромотор Который Крутил Такое Колесо От него Работала Динамо И тогда Скачки Напряжения В сети Не меняли Вращение Колеса Было Такой Стабилизатор Напряжения Знаете Все хорошо Работало Пока Матмех Не купил Компьютер И поставили Такое Колесо Надо Сказать Что два Таких Выпрямителя Подсадили Энергетические Возможности Подстанции Которая Петерговский Комплекс Питала И поэтому Иногда Все Вырубалось После Этого Все бегали Там Автоматы Стояли По Нагреванию По току И когда Работникам Подстанции Это надоело Они заблокировали Все эти автоматы И тогда Все стало хорошо Ну да Напряжение Везде Стало Пониже И все Было Хорошо Пока На подстанцию Не приехала Комиссия По технике Безопасности Они Не обратили Внимание На то Что Закорочены Предохранители Они Обратили Внимание На то Что Лом На пожарной Чите Был Ржавый И они Решили Начальника Подстанции Ткнуть Пейсом Тейбл И все Хотели Ему Всунуть Лом Чтобы Он Поддержал Его В своих Руках Чтобы Запачкался А тут Не хотел Чистоплотный Был Начальник И короче Они Рлом Уронили Ему Удают Он Не берет Но Все Это Происходило На втором Этаже А на первом Этаже Внутри Лестницы Был Трансформат И лом Ускоряясь Свободным Падением Кравитационным Полем Земли Приобрел Некоторую Энергию И Воткнулся В силовую Обмотку Трансформат А поскольку Все Предохранители Были Закорочены То Несмотря На то Что Ток Резко Возрос Система Не была Выключена И Через Лом Потек Большой Ток По закону Джоу Веленса Лом Стал Сильно Нагреваться А по Законам Излучения Черного Тела Стефана Больцева Но он Начал Светиться Он Хорошо Нагрелся Это Было Где-то В конце Октября Часов Пять Вечера Тогда Еще Были Лампы Накаливания И На всех Корпусах Свет Померк Стал Таким Слабо Красным А Со стороны Подстанции Которая Находилась Относительно Писфака И матмеха Как раз По направлению ЛАЭС Стал Переходить Яркий свет При этом Это происходило В следующую осень После Чернобыльской аварии Это длилось Несколько секунд А потом Все погрузилось В полную тьму Это лом Вернее Провода Конечно Испарились Лом Он так Светился После этого Народ Решил Что ЛАЭС Гикнул Но никто Не думал Что лом Так ярко Может светиться Например Биофизики Стали глотать Йод Который У них Был В лаборатории Весь Петергофский Комплекс Был В темноте Почти Две Недели Потому что Сгорела Вся подземная Линия Подводки Электричества Останется Ну вот Это все Из-за этого Нельзя Делать Высокую Набрузку Без контроля Возрастания Тока Цепи Окончилось Все тем Что На дне Физика Такой КВН Там есть Между преподавателями И студентами А тогда Был очень Моден Филин Д'Артаньян И три Мушкетера С Баярского Он там пел Такую Душесчипательную Песню Констанция Так вот Когда дело Вышло До выступления Студентов Тогда они Победили Это редко Бывает На этом КВН Они Погасили Свет Вышли Со свечками И спели Душесчипательную Песню Подстанция В честь Безвременно Погибшей Подстанции Да Такое Тоже Ну а За следующее Все На этом Я думаю Отступления От общей Области Курса Хватит Я вам Про законов Порассказывал Некоторые Минимумы Ну а К полям Мы вернемся Со следующего Раза Все на сегодня АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ